Начинается книга с рассказа о том, как решать уравнение второй степени, уравнение третьей степени и четвертой. После этого идет подробный рассказ о том, что такое группа движений правильного треугольника. Таблица умножения в группе диэдра, состоящей из восьми элементов, давайте уже обсудим. Здесь написано А, Б, какое-то преобразование, здесь таблица будет 8 на 8, т.е. таблица будет огромного размера. Доворимся, что в клеточке у меня стоит композиция, как вам приятнее, сначала делать Б или сначала делать А? Сначала Б. Ну, вот видите, два варианта, два человека, два монтажа, А? Давайте А. Т.е. мы будем писать вот так, да? Вот в очередную клеточку мы будем писать такую, то есть сначала выполняем А с квадратом операции, потом выполняем операцию В. Отлично. Ну, все, дальше, здесь у меня поворот на 0 градусов, поворот на 90, так, я не буду писать центр поворота, просто ради экономии места. Так, 270, что там дальше? Что-то центр поворот один и тот же. Да, один и тот же, поэтому я его не буду писать. Здесь написал, я не могу, хватит. Да, вот здесь вот, сельметрия относительно АС, относительно О, И, так, опять еще. Для того, чтобы потратить меньше мела, разрешите мне, пожалуйста, здесь писать вместо Ф просто на 90 градус. Я понимаю, что это может быть очень хорошо, но мне просто жалко и вашего, и своего времени, да? Вот, и, соответственно, тоже, когда это сметрия, мы будем просто писать буквы прямые, здесь вот я уже ладно, может, напишу, а во всех остальных местах я буду просто писать сами прямые. Итак, здесь АС, ОУ, БД, ОХ, так. А, сейчас все еще, можно сделать два раза ИД, но А и Б это будут ИД? Так вот, смотрите, во-первых, очевидным образом таблица делится на какие-либо большие зоны. Здесь есть подгруппа, состоящая из поворотов. И композиция поворотов вычислять в высшей степени легко. А именно, просто складываются углы, и все. Никаких проблем. Здесь вот 180, здесь на диагонали везде будет 270. Вот, дальше 90 и 270 даст нам 0. Я уже все равно могу писать им, хотя можно писать 0 градусов. Вот дальше здесь вот будет 90, 90, 180. Отлично. Четвертая часть работы сделана. Там интересно, как умножать симметрию на поворот. И интересно, как умножать симметрию на симметрию. Повороты перемножать, лихо? Семь метр, это уже против часовой, это вот так. Что? Против часовой, да. Подсказка. У вас во всех строчках должны быть все результаты разные. Я знаю. То же самое. В любом столбце все результаты должны быть разные. Если это не так, значит, ваши ошибки. А везде на диагонали оставшиеся? Давайте поймем такую простую вещь. Вот у вас есть одна прямая, вот у вас есть другая прямая. Представьте, вот эта прямая А, вот эта прямая В. Берем точку, куда она переходит под действием симметрии относительно этой прямой. На месте стоит. Куда она... Надо достаточно сделать простую АВ. Вот так, да? Марат. Это же будет поворот. Потому что, когда вы делаете симметрию, вы перевернули простую. И потом делаете еще раз симметрию, вы еще раз перевернули. Значит, это будет поворот на двоенный угол. Соответственно, вот смотрите. Здесь у меня О, И, 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 и здесь А, С. Там 90 градусов. Где А, С? 45. Здесь 45. Значит, композиция будет поворот на... 270. На 270, потому что на 90 градусов по часовой стрелке. Отлично. Значит, сюда пишем 270. Теперь А, С и Б, Д. Тут что у нас будет, скажите? Между А, С и Б, Д как будет? 90. Это будет 180. Это здесь 90. А ответ будет? 180. 180. Замечательно. Ну и догадайтесь, там будет какой ответ? 90. Здесь 90. Идея понятна? А, С и У, это будет то же самое. Ну, это будет поворот, только в добром стуале. Там будет 90, да. Так, теперь здесь, вот здесь вот. Вот этот столбец должен быть в сумме стен 360, да. Потому что, когда вы делаете в обратном порядке, то это поворот на... да? То есть, если здесь на 270, то здесь... На 90, здесь на 180, здесь на 180, здесь на 270. Отлично. Осталось буквально чуть-чуть. У, И, Б, Д. Достаточно заполнить здесь одну клеточку и все заполнить. Именно, у нас есть прямая, Б, Д, и у нас есть прямая, О, И, У. Какое между ними было? Между, Б, Д и, О, И, У. Какая? Какое было? 45. А? 45. Значит, Б, Д вот, О, И, У, вот. Ну, 45. Мы сначала делаем БД, оно остается на месте, потом оно идет сюда. Значит, поворот по часовой стрелке. На 90. Значит, ты сказала 270. На самом деле 270. Значит, здесь будет сколько? 180. Совершенно верно. Здесь будет 180, а здесь? 270, а здесь? 90. 90, а здесь? 40. Да, и, наконец... 90. 90. Так, мы уже половина быть заполнили. 24 уже заполнили. Там еще можно на ИД. Да? Там можно на ИД быстро умножить. На ИД, это да, всегда умножить. Сочнее ИД, надо умножать, умножать, всегда ИД. Хорошо. 270. Ну, 90 градусов, и АС, где АС, это Б, там получается поворот на 270 градусов. Нет, секунду, уже поворот не будет никогда. Что? Поворота уже никогда не будет. Да, 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 конечно. Остались только асимметрии. Только асимметрии. Сначала мы делаем асимметрию относительно ОХ. Да. Точка ОХ остается на месте. Да. Потом поворачиваемся на... Нет. Нам достаточно проследить одну точку. Точка ОХ остается на месте, и при повороте на 90, она приходит точку ОХ. Да, и значит... А значит, это БД. Это прямая БД. Отлично. Сементрия относительно БД. Дальше. Да. Отличие. Здесь есть БД, здесь есть БД, здесь есть БД. Здесь есть БД. Да. Здесь есть БД, здесь есть БД. БД, здесь есть БД, здесь есть БД. ОХ. Ну, там же. Это... Это... Это будет симметричный? Чтобы... Почему? Он получился так? Нет. Одно дело получился, но нужно объяснять, почему сметчика. Шутка, да? Сначала делаем дров на 90, а потом делаем себя в первую очередь. Сначала A повернулась в точку B, после этого точка B отражена в точку D, в результате движения точка A перешла в D, так? Почему OX? А, D, 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 D. Отлично, и значит в этой строчке OY. Хорошо. В врачу A на 90 она переходит в B, и симметрия относительного OY она переходит в A. Симметрия АС. Да. АС. Делаем поворот на 180 градусов и отражаем относительное OY. А переходит в C, отражение относительное OY, C переходит в D, значит это относительное прямое OX. Да. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Поворот на 90 А переходит в В и относительно А На ВД все на месте оно лежит, значит А пришло в В и это будет? Это будет ВД Что еще? Если А пришло в В, то это У О, У, да Ну, ВЦ у нас такого просто не было Ну, давайте Ну, а неужели, если нам потребуется составлять такого типа таблицу для, скажем, двенадцати угольника или для угольника с еще большим количеством, неужели мы вынуждены будем опять вот так вот писать, писать, писать Господа, идеи А давайте мы введем еще более короткие, чем у меня, значения И посмотрим Эту таблицу мы сейчас бодро перепишем в этих моих коротких значениях И посмотрим, может быть все на самом деле еще лучше и еще понятнее, чем я это сделал Представляете Ну, конечно, единицы группы обязательно есть, для нее никак А вот здесь мы сделаем следующее Мы введем элемент Р маленькая, а именно это поворот на 90 градусов И, соответственно, будет р маленькая в квадрате, р маленькая в кубе И важнейшее соотношение Р маленькая в четвертой степени это и Так вот, ребята, через эту самую букву, р маленькая, вот эта вот четвертушка таблицы записывается не просто просто, а совсем просто Потому что видно, что просто степени, показатель степени складываются и все, вот смотрите Здесь r, r в квадрате, r в кубе, r, r в квадрате, r в кубе, r в кубе Заметьте, что такого типа, так называется, циклическая группа из четырех элементов Соответственно, если вы берете правильный n-угольник То у вас в нем обязательно будет, среди движений этого n-угольника Будет симметрическая группа на n-элемент Вот эти вот, r маленькая, это просто поворот Давайте я пишу r маленькая, это поворот на угол 360 градусов разделить на n Вокруг центра правильного n-угольника Соответственно, никаких проблем с тем, что у нас Стоп, почему? Я в четвертый пишу Нужно гид писать В общем случае, ситуация ровно такая же Это не зависит от того, это четверка или это тройка На лекциях я делал для тройки Там у меня таблица была 6 на 6 Но, как видите, на самом деле для квадрата все то же самое Просто вместо тройки четвертый А вот дальше самое интересное Господа, я вот эту вот симметрию относительно прямой АС Давайте обозначу буквы С И мы с вами сейчас посмотрим Важнейшее свойство С в квадрате это Что? Никак нет Заметьте, пожалуйста, это опять-таки для любого правильного n-угольника что? n Будет ровно так То есть для любого правильного n-угольника у вас, разумеется, будет такая же какая Она теперь очень важная Какие элементы еще бывают у нас кроме С и произведения РС РС, Р квадрат С, Р куб С Замечательно Слушайте, а вот интересно брать РС или Р умножить на С Вот Р умножить на С или С на Р? В каком порядке? Вот у меня сейчас есть варианты Я могу сюда написать С умножить на Р Давайте я пока писать не буду, а без вариантов А могу написать Р умножить на С Мы умножаем Р на С Нет, 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 секунду Мы и так можем умножать и так умножать Ну, в смысле я не буду в порядке У меня здесь написано АС АС я сказал, что это С Отлично Здесь дальше есть О и Г Скажите мне, пожалуйста, О, Y это С, Р или это Р, С или это что-то еще иное? А давайте проверять Давайте мы просто-напросто возьмем и посмотрим, что такое С умножить на Р Итак, берем точку A. R это у нас поворот на 90 градусов. Отлично. Поворачиваем на 90 градусов точку A. Она перешла в точку B. Так? Так. S у меня это симметрия относительно прямой AC. Поэтому точка B перешла сюда. Значит у меня получилась результат симметрии относительно OX. Здесь у меня написано симметрия относительно OX? Нет. Ребята, S умножить на R не годится. Ну, напишите куда надо. Что такое напишите куда надо? У нас же было OX. OX было в самом конце. А, вы хотите, чтобы я уже написал сюда R, да? Отлично. Отлично. А вот интересно, здесь R на S пойдет или не пойдет? На самом деле мне не нравится то, как я пишу. Но хочу я обязательно думать. Я хочу подумать, все-таки здесь будет R на S или не будет? Я хочу сюда писать. Смотрите. Сначала беру точку A, делаем симметрию относительно прямой S. A осталась на месте. Поворачиваем на 90 градусов. A перешла куда? В B. Исходим. Да. Исходим. А теперь заявление. Я не буду писать сюда R. Не буду. Вы мне зря подсказали. но на самом деле будете? А на новомolon, это будет優 home. А на самом деле? R квадрат. А здесь будет? R квадрат. Здесь будет R квадрат. Проверите, пожалуйста, просто возьмите точку, проверите, что на самом деле так оно и будет. И теперь здесь у меня будет также S, RS, R квадрат с, и R квадрат с. Так. Заметьте, таблица постепенно становится более понятной. Но для того, чтобы она стала совсем понятной, нам с вами нужно, смотрите, что научиться делать. Вот когда умножаешь L в кубе S на F, что получается? Как вы считаете? L в кубе S умножаешь на F. R в четвертый. А R в четвертый – это L. Поэтому выполнять вот этот кусочек одно удовольствие. Смотрите. S, R, S, R квадрат, S. Это я на точнее степерированный, да? R, I, S. Согласны? Здесь что? R, S. R, S. А здесь? R квадрат. А тут же будут такие диагональные теории. Я умножаю вот этот элемент на L. Все идеально. Умножаю R, S на L. Что будет? Вы видите, насколько быстрее, чем там? Там мы и там, на кубе, а здесь оказывается, что это вообще не задача. Оказывается, что это вообще мгновенно, да? Значит, здесь будет R в кубе S. Здесь будет что? Просто S. Здесь что? R в кубе S. S. Здесь что? R, S. Меня не забитно, да? Вот здесь будет S. Здесь R, S. И тут, наконец, R в квадрате S. Отлично! Отлично! Вот теперь наступает очень интересный вопрос. Господа, я ведь не зря отказался сюда писать S, R. Мне нужно понять, что такое S, R. S, R, это R в кубе S. Как это можно на самом деле еще понятнее сказать? А вот так. Элемент, сопряженный к элементу R при помощи S, это R в кубе. Давайте я это отдельной формулой напишу, для того, чтобы вы это по-настоящему поняли. Итак, S, R, S в минус 1, S в минус 1 и S, это одно и то же, потому что S в квадрате, это даже здесь не преобразование. Это, господа, R в минус 1. Это не просто очевидно, а совсем очевидно. Ну, R в минус 1, это то же самое, что я уже думал, значит, значит, да? Почему я пишу в таком виде? Потому что для любого N, соответственно, нужно будет написать R в кубе S в минус 1. Ну, понятно, зависит от количества, да? Так вот, почему это совсем очевидно? А потому что, смотрите, что такое симметрия? Симметрия, это значит, мы плоскость перевернули, правильно? Итак, смотрите, у меня была плоскость, симметрия перевернули. Дальше мы делаем поворот и переворачиваем назад. Так это же означает, что мы поворот сделали в неправильную сторону. У нас есть устройство, мы даже делаем поворот. Но перед тем, как его применить, мы взяли, ну, поменяли то, на чем он работает. Он повернул, и мы поменяли назад. Ну, понятно, старший пицин, повернули в ту сторону. То есть эта штука вообще даже никаких диаптических смотрений не требует. Это просто очевидно. Из соображений того, что такое, понимаете, да? Вот, значит, S на R, это R в кубе S. А это, ну, соответственно, в общем виде это N-1, не тройка, а N-1, да? Где N в качестве второго нашего правильного равного угольника. Соответственно, я могу легко и просто здесь все дополнение. Итак, N на S это S, R S, R в квадрате S, R в кубе S. А теперь нужно умножить, смотрите, S, R, да, у нас P на A, S, R, это R в кубе S. S, R в квадрате, это будет R в шестой S, то есть, на самом деле, R квадрат S. Ну, и автоматически это будет R в девятый, то есть, на самом деле, R S. Ну, и дальше так же, да, то есть, умножение на R справа, это добавление здесь вот, то есть, здесь будет просто S, здесь вот у меня добавится, здесь будет R S, и здесь добавятся три штуки R квадрат S. Ну, я не знаю, успеваете вы или нет, но вам это все просто. Значит, умножать на R квадрат, значит, с другой стороны добавлять шесть штук. То есть, здесь будет 7, то есть, 3, R в кубе S, здесь добавляется шесть штук, это будет просто S, нам нужно восемь стало. К трём добавляется шесть штук, это будет 9, то есть, это будет R S. Отлично! Ну, а дальше уже свой вставиться, да, если R, R в кубе есть, то, значит, R квадрат нет. Здесь у нас R комп, и здесь у нас CH2. Отлично! Осталось совсем чуть-чуть. Теперь осталось посмотреть, что здесь есть. Ну, S умножаешь на S, получается, дождевственное. Так, вы понимаете, да, что по диагонали ведь не будет дождевственное. Р квадрат С квадрат Тождественное? РС на РС РС умножаешь на РС Что это такое? РС РС Мы когда-то перепрыгиваем, то у меня Р превращается в кубер А С квадрат Ну, теперь давайте здесь Что это будет за штука? Это будет С РС Так? Р перепрыгивает, превращается в какой-то Р в кубе Понятно ли? Да Здесь будет С Р квадрат С Р квадрат перепрыгивает, превращается в Р минус второй Ну, то есть на самом деле Р квадрат Здесь автоматически Р Там недолго осталось РС квадрат это просто Р Р квадрат С квадрат это просто Р квадрат Р куб С квадрат это Р в кубе Совсем легко Так, давайте здесь РС Р квадрат С Р квадрат когда перепрыгивает, оно превращается в Р минус второй То есть на самом деле будет Р в кубе Ну, здесь автоматически Р в квадрате Здесь автоматически Р в кубе Р, Р в квадрате и вместе Р Все Господа, таблица заполнена И не только заполнена Вы, надеюсь, понимаете Вы понимаете, что ровно таким же образом Ну, это можно, конечно, в более общих словах сказать Но, по сути, я думаю, все Понимаете Таким же образом устроена таблица умножения Группы симметрии любого правильного ряда Согласны? Называется это группа диэдра Она имеет два N элементов N из них это повороты И N из них это осевые сементы При этом повороты составляют подгруппу Абельную подгруппу, да? Для тех, кто знает, что нормальная Она, естественно, нормальная подгруппа И фактор по этой самой подгруппе Это циклическая группа из двух элементов, да? Субтитры делал DimaTorzok